Преподобная мученица Мстислава в крещении Мария родилась в 1895 году в семье рабочих. Девушка с молодой трудилась на фабрике и ухаживала за больной матерью. После ее смерти Мария осталась с братьями-коммунистами, людьми неверующими, и тяжко ей было среди них. Желая всецело послужить Господу, девушка ушла от них и поселилась в Коломне при храме, принадлежащем Коломенскому мужскому монастырю. Там прожила она 9 лет, до 1930 года. А потом была Мария пострижена в монашество с именем Мстислава и уже в иноческом сане продолжила свое послушание при храме. Узнав однажды от паломников, что в богословском монастыре под Рязанью продолжают жить монахи и что там монашеская жизнь еще не нарушена, Она переехала туда и, несмотря на гонения, была вполне счастлива, что нашла место, где можно было жить молитвенной монашеской жизнью. Но продлилось это недолго. В 1931 году преподобная Мстислава была арестована безбожными властями в числе всех монашествующих ее обителей. Она смело заявила следователю, власть притесняет религию, дана свобода, а получается наоборот, монастыри и церкви закрывают. Была отправлена инокиня Мстислава на каторжные работы в Свирлак, где честно три года трудилась. Но выйдя на свободу, наладить жизнь монашескую уже не вышло, да и в родном селе поселиться не дали. Живя в городе, сводила еле и еле концы с концами, хоть и трудилась на заводе. Единственная ее была одушена прислуживать в Покровской церкви. В 1938 году на волне арестов оставшихся на свободе священников и монахов инокиню Мстиславу тоже арестовали и, обвинив в контрреволюционной деятельности, расстреляли 10 марта 1938 года. Погребена преподобна мученица в общей безвестной могиле на полигоне Бутова под Москвой. 10 марта День памяти преподобно мученицы Мстиславы Фокиной, монахини Мстиславы Фокиной